Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать, каким бы глупым он ни казался. Электричество – грех. А чем это хуже вранья о том, что весь мир не был. Девушки отдыхают Ты у меня молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. У нас ведь людей так мало осталось. И мы, может, когда-нибудь сможем доверять на знакомых с ним просто. Просто потому, что они тоже люди. Нагрузила? Извини, меня сегодня что-то на философию потянуло. Редактор с малышей. И так мы включатся. Продолжение следует... 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 Что, тоже покурить вышел? А это дело. Пробирает курева, пробирает, забирает. Ну ничего, продышимся. В общем, правильные вы, Артём Людмилович, полковные князь. Ведь как на мосту-то выступил, орёл, а сейчас грудь колесом ходит, хвастается, как есть пацан, но боевой. Ну так, я что сказать хотел? Ну и как оно тебе тут, после подвалов ваших, а? Ну а то, места столько. Оно, конечно, бурьяный да развальный, но... Глядишь, найдём и чё получше, а? Хотя, после я как понял, к начальству намылились. Ну вот и не серчай, братка. Ну вот разъясни мне один вопрос. На кой оно вам сдалось, а? Не, ну глянуть интересно, тут не вопрос. Вот только я пока мотался, начальство встречал, видя жмуров или бугров бандитских. И эти вот куда мерзей урок обычных, вечно речи толкают перед тем, как ублюдство какое сотворить. Я это к чему вообще? Мне-то и до войны от начальства этого не холодно, не жарко было. Но уж теперь, как всё накрылось медным тазом, на кой оно вообще? Я-то человек простой, раз подписался, то куда вы, туда и я. Ну вообще лучше бы место поприличнее найти и да пожить чуток по-людски. Хотя, может, у этих хромы там царские. Мы пристроимся где-то. Заходи, Артём, присаживайся. Степан тут вечер музыки устроил. Вот такая вещь. Ну ты даёшь. Артём, тебя полковник в рубке ждёт. А с броником-то что? Ты опять же не кругался? Ну, тут длинная история. А с броником-то что-то? А с броником-то что-то. Продолжение следует... Слушай, удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник, дешифратор подключил. Ковчег, Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Квельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, да. Слышу вас хорошо. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на отчтете, майор Иванов. Минутку. Да, да. Все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Минутников. Отлично. И да, простите за недовение, но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не древний. Понимаю, товарищ майор, поэтому прошу передачи руководству, что моих бойцов и горожан и председаний, которых сдать здоровье, как только мы пребудем в расположение. Прием. Благодарю за хорошие дожди. Сколько у вас есть? Отделение прекрасно подготовлено. Отделение. Так. Ну, я понял. Ну что ж, это отлично. Отлично. Да, нас немного, но мы везем до несколья особой важности. Мы направляемся к вам из района К-6А-2. Есть, и данная один из противников у нас на пути. Ведет. А, минуточку проверю. Эм, К-6. А, что говорите? Так. Товарищ руководник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Я немедленно заложу навяг и уверен, что у вас принят сам министр обороны. Братя, ну что ты, как деца давить? Вот чем запросто тахпар переводить, лучше бы сходил внизу, галька покидал. Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке. Не волнуйтесь. И до встречи на Копчеге. Конец связи. Слушаю народу. Конец связи. Ну что, Фома неверующий, уберился? У меня до сих пор руки трясутся от нервов. А подумай только сам. Артем, кстати, можешь на карту глянуть. Как видишь, мы направляемся прямо в Ямонтау. Катерина и Крест говорят, что пути в ту... Катерина и Катерина и Катерина.